Герой не гибнет, умирая. Двойная жизнь ему дана. И эта жизнь его вторая, бессмертной славы уголна. Добрый день, уважаемые гости нашей школы. Мы приветствуем вас на позжественном мероприятии «Открытие мемориальной доски» выпускнику среднего всеобразовательной школы 062, побитвшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, Алипатова Константина Кудайнича. Я выражаю огромную благодарность всем, кто присутствовал на сегодняшнем событии, торжественном открытии мемориальной доски Алипатову Константину Геннадьевичу, герою с большой буквы, человеку с большой буквы, его одноклассники, учителя, друзья, сослуживцы, все, все, кто его знал лично или понаслышке, все говорят о нем только хорошие вещи, о том, что он был отзывчивым, настоящим, искренним, готовым на подвиг. Спасибо учителям Марии Алексеевне, спасибо депутатам, которые помогли организовать это событие. Мне бы хотелось еще подчеркнуть огромную роль учителей школы, которые в жизни после сыграли такую роль, которую переоценить очень трудно. Траншею падает граната. Несколько секунд прошло, пока она прилетела. Поэтому у него оставалось мгновение и решение. Последнюю секунду он принимает. Накрыть своим телом эту гранату. Он отдал свою жизнь за своих товарищей. Понимаете, какой нужно иметь силу духа в моменте, принять такое решение. Это нужно быть настоящим мужчиной, настоящим воином. Во-первых, я бы хотел выразить славу благодарности родителям Кости за то, что вырастили настоящего мужчину, настоящего героя. Это пример для подражания для наших детей, для наших сыновей. Я считаю, что такие люди, как он, они как раз являются образцом такого русского воина. Он любил людей. Я считаю, что вот эта любовь к людям, собственно говоря, и заставляет любого военного совершать те поступки, которые другие люди называют подвигом. С самого раннего детства песни пел, хороший голос у него такой подвысоцкого, афганские песни такие. Ну, в общем, душа была этого воинской службы, и, конечно, он пошел. Кость был хорошим сыном, заботливым братом, настоящим другом, воином, и защитником. Защитником и слабых, и женщин, если нужно. Защитником детей, защитником добра. И он был уверен, что такие, как он, могут сделать так, чтобы добро победило. И память о нем будет жива. Хорошо, что на стене школы, где будет много-много детей учиться, и в будущем они будут помнить о Косте. Хотелось бы, чтобы подвиг Константина Геннадьевича Алипатова служил для всего подрастающего поколения примером. Мужество, героизм, отваге, высоких моральных устоев и ценностей. Огромная благодарность от меня лично, коллективу учителей, которые приложили огромные усилия, а также Рымарю Артему, который, я думаю, приложил огромные усилия, чтобы все это мероприятие состоялось, чтобы появилась вот эта вот мемориальная доска моему сыну. Мне очень приятно внести свою лепту в открытие этого мемориального знака. Я считаю, что это очень важно для воспитания подрастающих поколений. Такие люди, как Костя, должны быть для них примером. Героизм, подвиг – это тема, которая в церкви всегда в центре. И вот те защитники, которые вот так умирают, они исполняют самую прямую заповедь Христа. Нет больше той любви, когда кто положит душу свою за други своя. В этом суть жертвенной любви. Потому что люди в погонах, они не едут убивать, они едут защищать. Поэтому для нас всех это пример. Пример жизни самоотверженной, жизни жертвенной, жизни, посвященной высшим ценностям, высшим идеалам. Как всегда он говорил, подвиг – это или не подвиг, это не мне решать, это решать всем остальным людям, для которых я, собственно говоря, всю эту работу и делаю. Я думаю, что он своим поступком, за други своя, он вознесся, так сказать, в воинство небесное. Быть воином – значит жить вечно. Вечная память Константину. Низкий всем поклон и светлая память Алипатову Константину Геннадьевичу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова